Главными причинами всех возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, короткое замыкание электропроводки, эксплуатации электронагревательных приборов кустарного изготовления, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении в нетрезвом состоянии. Из всех 10 погибших 8 человек находились в состоянии алкогольного опьянения. Понятно, что у нас праздничные дни, понятно. Понятно, люди у нас активно празднуют, забывая об элементарных правилах пожарной безопасности. Что касается мест возникновения, то, конечно же, львиная доля всех пожаров произошла в жилом секторе и на дворных постройках. Горят у нас жилые дома, угорают квартиры, горят дачные дома. К счастью, не допущено ни одного пожара, связанного с использованием пиротехники, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий. Печальную статистику пополнили любители подлёдной рыбалки. На водоёмах Бурятии за праздничные дни погибло 3 человека. 31 числа в районе Кабанского районе провалилась машина и утонул один человек. 4 числа в Севербайкальском районе также провалился автомобиль. Два человека утонуло, одного человека спасли. Напомню, что безопасная толщина льда, способная выдержать взрослого человека свыше 7 сантиметров, для проезда техники свыше 20 сантиметров. Отчаянных рыбаков не останавливают даже штрафы от 50 тысяч рублей за несанкционированный выезд на лёд. Сергей Соголов, Доржичий Допов, Новости дня.